Я все еще не могу поверить в то, что 2014 год был 10 лет назад. А я все не молодею и не молодею! Всем привет, ребят! С вами снова я, Энтони Илай. Это очередное видео на моем канале. И да, что у нас сегодня? Правильно, очередное потрясающее видео, по названию которого вы наверняка догадались, о чем мы с вами будем говорить. А говорить мы будем о тех самых книгах, которыми я зачитывался, когда был подростком. Потому что пора бы уже смахнуть пыль с этих книжных полок и узнать, что же там было такого интересного. Поэтому, если вы готовы, с вашего позволения, давайте начнем. Когда у меня появился мой пес Персей, я стал более спокойным и счастливым. И тому есть научное доказательство, потому что, когда человек видит или гладит собаку, то в его организме повышается уровень окситоцина. Это такой гормон, который снижает тревожность. Но я также хочу напомнить вам, я об обратной стороне медали. Потому что, когда мы берем на себя ответственность за маленькое четвероногое существо, мы уже сами должны быть стабильными и самостоятельными. Потому что домашние животные требуют огромного количества времени, усилий и заботы. Поэтому, когда я заводил собаку, я был уже уверен в своих силах и готов к тому, чтобы как раз таки дать все это моему маленькому Персею. А эту уверенность и силу мне помогли найти специалисты Ясно. Я бы хотел поподробнее вам рассказать про мобильную версию сервиса, потому что именно приложение Ясно помогло мне не выпасть из регулярной терапии. Потому что в тот период у меня было огромное количество дел вне дома, нужно было куда-то постоянно бежать, что-то делать. Естественно, что мобильное приложение мне в этом очень сильно помогло, потому что я мог заниматься где угодно и в любое время, которое мне было удобно. И, кстати, совет лично от меня. При выборе терапевта ориентируйтесь на список проблем, с которыми он уже работал, потому что так будет гораздо легче. Например, вы потерялись по жизни, не знаете, чем заняться в будущем, или, как я, у вас синдром отложенной жизни, найдите терапевта, который уже помог людям с похожей проблемой, потому что так вы будете чувствовать и понимать, что вам действительно помогают. Естественно, что ждать какого-то магического результата после первой сессии не стоит, потому что это процесс, который занимает время. Однако после первой сессии можно вполне понять, подходит ли вам специалист или нет. Комфортно ли у вас протекать беседа? Нравится ли вам то направление, которое выбрал специалист? Естественно, что если у вас возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться в поддержку. И там же вы можете сменить специалиста, если он вам не подходит. Для вас на первую консультацию в Ясна наступна скидка в 20% по моему промокоду Энтони, поэтому не забудьте им воспользоваться. А также вся полезная информация будет по ссылке в описании внизу. Ну а мы давайте вернемся к этому видео. Итак, собственно, мои потрясающие любители хороших и плохих книг. Мы с вами здесь собрались в этой чудесной книжной болталке, чтобы как раз-таки обсудить те самые книги, которые я читал, когда был подростком в 14, 16, 18 лет. Чем я там зачитывался, что мне было интересно, какие книги вызывали у меня трепет и дрожь в моих череслах. Сомнительное высказывание, но ладно, мы пропустим его мимо ушей, потому что вы меня прекрасно понимаете. Мне кажется, что пора все-таки смахнуть пыль, узнать, возможно, вспомнить, постыдиться, покринжевать. Все, что угодно может быть в этом ролике. Я за себя не отвечаю, в целом, как обычно. И мне будет, конечно же, невероятно интересно поделиться с вами и заодно пройтись по этой долине книжных воспоминаний, потому что на самом-то деле мой книжный вкус сейчас и тогда очень сильно отличается. И, естественно, что книги, которые мы сегодня будем вспоминать, они довольно популярны. Я не могу сказать, что у меня был какой-то невероятно индивидуальный книжный вкус. Такого не было. Я читал то же, что и читали все, страдал так же, как и все, умирал так же, как и все. И все было, как у всех, и в этом нет ничего плохого, потому что мы любим одни и те же книги, по сути. И я думаю, что благодаря этому видео вы не только прочувствуете ностальгию, но и, возможно, встретите те книги, которые уже где-то мимо вас проходили, но вы не обращали на них внимания по каким-то причинам. И мне кажется, что это что-то однозначно интригующее. И я, конечно же, думаю, что стоит начать действительно с классики. В моем понимании, для меня, 16-летнего, это была классическая литература. И я говорю про орудия смерти Кассандры Клэр. Это, исключая Гарри Поттера, из «Сумерки» было мое первое романтическое фэнтези, да? То есть это магия, любовь, какие-то разборки, драма. Как мне это тогда было нужно? И представляете, Кассандра Клэр за последние десяток лет настрочила еще больше книг. Не могу сказать, что я бы прочитал их все, но мне бы очень хотелось. Но на самом-то деле, вот как раз-таки цикл «Орудия смерти», который рассказывает про главную героиню по имени Клэри Фрей, которая узнает, что она принадлежит миру сумеречных охотников. Это такой скрытый тайный мир, в котором присутствует волшебство, вампиры, ведьмы, оборотни. А она сумеречный охотник, борется со злом, и, конечно же, у нее там есть какая-то своя магия, и она, грубо говоря, попаданка в этот для нее новый магический мир. Эти книги в то время для меня были действительно самыми любимыми, потому что я их читал и в фанатском переводе, и с плохим интернетом, и под одеялом ночью, чтобы никто не видел греха, и моего грехопадения, потому что это одна из первых книг, где в сюжете был инцест. Я понимаю, сейчас я к таким книгам отношусь достаточно негативно, потому что это вообще не то, что мне каким образом интересно. Но вот в то время это было что-то такое опасное и действительно непредсказуемое. И я говорю о том, что у нас главная героиня Клэри Фрей и ее обожаемый любовный интерес Джейс, они первые три книги думали, что брат и сестра. Но там, конечно, все по-другому развивается. Если вдруг кто-то закричит, это же спойлер, книге уже очень много лет. Она настолько старая, что я даже не помню, в каком году она вышла. По-моему, она выходила лет 15 назад, если честно. И если вы ее уже не прочитали, почему вы это не сделали? Это же классика вот этого романтического фэнтези. И самое прекрасное, что мне очень нравилось во всем этом, так это то, что эти книги были действительно оцелены на подростковую аудиторию. И там было много моментов, связанных именно с переживаниями, чувствами и эмоциями. Вот этой вот невозможной любовью, потому что она под запретом. Это все нельзя. Но так хочется. Почему бы и нет? И тогда я действительно читал очень много циклов. Не знаю почему, возможно, потому что выходили они в огромных количествах. И по сути, как будто рассказывали про одно и то же, за исключением инцеста. Но, как такового... Нет, подождите. Только хотел сказать, как такового инцеста там не было, но... Тут уж я спойлер кидать вам не буду. Окей. Но, естественно, что книг было много в этом цикле, потому что там еще есть параллельные циклы, есть и множество книг-дополнений, которые Кассандра Клэр писала на протяжении нескольких лет. Я это все не помню, читал ли. Но вот как раз-таки первый цикл из шести книг «Орудие смерти» для меня в подростковые годы был идеальным. Я не видел в нем ошибок. Я не видел в нем каких-то сюжетных дыр. Даже логика там как будто бы присутствовала. Хотя сейчас я вспоминаю, меня очень сильно раздражала главная героиня. Но, учитывая, какие книги я сейчас обозреваю, «Орудия смерти» вообще были потрясающими. А знаете, кстати, почему? Потому что там как будто бы не было эротических сцен. Насколько помню, самое интересное в этом плане было разве что его рука скользнула куда-то ниже моего трепетного места. Вот что-то в таком плане. Это, возможно, я утрирую. Но там действительно не было вот этих вот графичных описаний порнухи. И меня это радовало. Потому что все остальное было чисто для моего воображения. И, конечно же, для фанфиков, которые я тоже читал. И фанфиков было действительно много. Но, если вкратце так быстренько рассказать про эту серию, она состоит из шести книг. Все эти книги между собой, конечно же, связаны. И первые три книги – это одна большая история. Последующие три книги – это уже другая история. Но, в целом, первая трилогия действительно замечательная. Это много экшена, много каких-то разборок. Очень хорошо Кассандра Клэр прописывает свой мир. И его легко объясняет читателю. У тебя, по сути, практически не возникает вопросов. Потому что тебе информация подается действительно порционно. Но при этом эти порции, те, которые ты можешь съесть. И пока ты это все перевариваешь, ты идешь дальше по сюжету. А потом, хоп, раз, и уже пора снова это хавать. А там еще и стекло замешано. Поэтому ты вообще не задаешься никакими вопросами. И, на самом-то деле, в подростковые годы именно эти книги развивали, как мне кажется, мое воображение. Потому что... Ну, это такое городское фэнтези. И ты тоже себя представляешь этим героем, который наносит себе руны. А там же еще такая мифология классная, что у каждого сумеречного охотника было свое оружие. И они оружие называли какими-то именами. И что вот они все какие-то полуангелы, полудемоны, полувампиры, полуоборотни. И вот если сравнивать с сумерками, да, вампиры и вампиры. Белла там что-то хочет. А мы знаем, что конкретно она хочет. Писюшку Эдуардокалина она хочет. Хотя, казалось бы, вот стоит на страже. В Орудиях Смерти было столько всего намиксовано, столько всего добавлено, смешано и описано, что у тебя действительно было желание и интерес читать все эти книги. А там, насколько я знаю, еще есть приквел, цикл, состоящий из трех книг, называется Адский механизм. Потом было продолжение основного цикла, который уже идет про других героев. И потом еще один цикл. И куча книг с дополнениями, какими-то рассказами про будущее и судьбы героев. Поэтому это целый огромный мир, в который, если вы еще не погружались, я советую погрузиться, потому что это действительно такая классика подростковой литературы именно в плане романтического фэнтези. Но вот знаете, что плохо? У Орудий Смерти хреновые экранизации. Что фильм, что сериал, это ужасно. Почему так? Очень обидно, между прочим, когда я пошел в кинотеатр. В далеком 2013 году на фильм Орудия Смерти. Город Костей. В каком разочаровании я пребывал после просмотра. А потом вышел сериал. И меня это вообще добило. Настолько они изгваздали всех моих любимых персонажей и все эти невероятные сюжетные истории. Сука. Кстати, насколько я помню, обзор на этот цикл до сих пор можно найти на канале. Это очень древние обзоры. Они коротенькие. Я там не особо углубляюсь в детали. Просто пересказываю то, что я прочитал. Какие-то моменты, которые мне понравились, не понравились, запомнились. Но это все в очень сжатом формате. Но вдруг вам хочется посмотреть на крохотного меня. Оценить то, насколько возросла моя дикция и подача. Советую глянусь. Следом у нас идет цикл «Отбор» от Киры Касс. И... Этот цикл был первым книжным обзором в моем канале. Представляете? И, возможно, запустил как раз-таки вот эту цепь моих злющих, говнющих книжных обзоров. Потому что отбор был очень популярен 10 лет назад. И не описать словами, насколько эти книги любили и ненавидели, конечно же. Потому что там довольно интригующий сюжет. Потому что все действия происходят в антиутопичном мире. Где люди делятся на определенные касты по номерам. И в этом мире происходит, грубо говоря, шоу «Холостяк», но для принца. Знаю, звучит... Странновато. Но в этом есть свой прикол. Потому что нашу главную героиню, Америку Сингер, отправляют как раз-таки вот в это соревнование за сердце мужика. Как говорится, за королевский писюн будут бороться множество девушек. И они все из разных каст. Кто-то богатый, кто-то бедный и так далее и тому подобное. В цикле «Отбор» есть несколько подциклов. Назовем их так. Потому что первые основные три книги рассказывают как раз-таки про главную героиню, Америку Сингер. И ее борьбу за сердце принца Максона с другими девушками. А еще есть два продолжения, которые рассказывают про уже принцессу, за которую тоже борются, но уже мужчины. И даже выходили рассказы, которые повествовали про тростепенных персонажей и их параллельные истории, которые были тоже вплетены в сюжеты первых трех книг. Настолько все было интересно. И я очень сильно говнился на эту серию. Мне она не нравилась. Я считал, что она дико тупая. И довольно плохо написана. Я по-прежнему придерживаюсь этого мнения. Но уже как-то подостыл. Потому что, знаете, с каждым годом нахожу книги, которые еще более ущербные, чем когда-то был отбор. Но обзор-то я делал 10 лет назад. Поэтому кто же знает, до чего я там докопался. Кстати, тоже можете посмотреть на канале. И на самом-то деле, это довольно интересный сеттинг. Мне просто кажется, что автор там не дотянуло. И я уже говорил не один раз, что Киракас не мой любимый автор. Я с ней связываться не хочу. Хотя я читал и другие ее книги, помимо этого цикла. Но что-то во всем этом было. Что заставляло тебя читать дальше. Пускай это было глупо. Непонятно, по сути. Потому что мало какого-то лора конкретного. И тебе, по сути, немного-то и объясняют. И ты как будто бы остаешься большую часть времени в неведении. Хотя, возможно, это была какая-то фишка. Знаете, вы сидите в замке и ничего не знаете, что происходит. Но, так как эти книги выходили вместе с другими антиутопиями. Тире, романтическими фэнтези. Вот в таком каком-то плане. То смешание жанров было неизбежно. Потому что отбор очень сильно похож на какие-то огламуренные голодные игры. И на дивергент. И на сумерки. И на что-то еще. Поэтому многие книги в то время действительно были похожи друг на друга. Как я вам уже говорил. Однако, если вам хочется поржать. Почему нет? Мне кажется, что почитать про шоу Холостяк в королевском сеттинге. Это что-то угарное. Я давно, на самом деле, не возвращался к этим книгам. А я две из пяти книг прочитал даже на английском. Вот так вот. После этого я понял, что я больше никогда не буду читать этого автора. И что проблема была не в переводе. Вы можете даже как будто бы подступиться. Потому что цикл вышел давно. Вас уже, как говорится, трогать никто не будет. И знаете, что еще обидно? Оказывается, были экранизации. Точнее, планировались несколько сериалов, как говорится. Были в разработке. Даже какие-то фильмы были. Но, как мне кажется, это все уже давно прикрыли. Из-за уже давно угасшей популярности этого цикла. Что довольно обидно. Я бы на такое посмотрел. Хотя можно в целом включить холостяк и будет то же самое. Только без принцев. Хотя, кто его знает. Может и на телеке кто-то за письку принца борется. Откуда я знаю. Скажите мне, я один такой человек или нет? Потому что каждый год перед началом лета я начинаю задумываться о смысле жизни. Возможно, этот паттерн поведения у меня сохранился еще со школы и университета. Потому что вначале ее начинались экзамены. И стресс, соответственно. Мысли о будущем окутывали голову. И вот в таком вот экзистенциальном настроении мне на душу лег комикс под названием «Смысл», который я открыл на себя в букмейте. Главного героя этого комикса зовут Эрни. И он учится в университете. И у него есть одна особенность, которая очень сильно мешает ему жить. Когда он теряет смысл жизни, он буквально горит. Напоминает одного знакомого вам блогера. И однажды он встречает человека с точно такой же особенностью. И его мир переворачивается вверх дном. Я невероятно сильно люблю образные произведения. И как раз таки в комиксе «Смысл» я увидел параллель с Фениксом, который возрождается из пепла. Иллюстрации в комиксе, кстати, очень красивые. Они прям бомбические. Мне невероятно понравились. И естественно, что когда ты читаешь, прилив адреналина наступает. Ты не понимаешь, что делать, но не можешь оторваться. И это действительно классно. Комиксы я читаю без интернета. Скачиваю приложение BookMate на телефон. Включаю авиарежим. И просто наслаждаюсь тем, что меня никто не отвлекает. И полностью погружаюсь в произведение. Что-то на свой вкус. А он, знаете ли, довольно специфичный. Я нахожу в специальных тематических подборках в BookMate. Потому что, когда ты варишься в огромном количестве книг, нужна более структурированная информация, чтобы выбрать то, что тебе действительно интересно. В BookMate широкий выбор электронных и аудиокниг. А также комиксов, в том числе и эксклюзивов, в разделе только у нас. С моим промокодом eLive сможете слушать и читать книги в BookMate бесплатно в течение 45 дней. А для новых пользователей Яндекс Плюса доступ откроется вообще ко всем сервисам. Поэтому, ребятушки, читайте комикс «Смысл» в BookMate уже сейчас. И делитесь своими впечатлениями в комментариях. Не забудьте воспользоваться моим промокодом. И, конечно же, вся полезная информация будет по ссылке в описании внизу. А мы давайте вернемся к этому видео. Как я вам уже говорил, циклов я читал в подростковые годы действительно много. И когда я говорю много, мне кажется, что большинство книг, которые попадали мне в руки, так или иначе, были первой, второй, третьей, четвертой, пятой, десятой частью какого-то огромного цикла книжного. И я не могу себя в этом винить, потому что сейчас я очень редко подступаю к книжным циклам, потому что одна книга вышла, следующая выйдет спустя пять лет. Такое тоже бывает. Кстати, с Кассандрой Клэр такое же было. Но, знаете, что прикольно? Как это то, что были циклы, которые я ненавидел от начала и до конца, но все равно дочитывал. И мы медленно, но верно, подкрадываемся к циклу «Разруши меня, Тахиры, мафия». Если вы читали, вы прекрасно знаете мое негодование. Это снова антиутопичный мир, который находится в какой-то разрухе. Там постоянно какие-то перепалки, бои, войны и так далее и тому подобное. И нашу главную героиню зовут Джульетта. Она сидит в камере, потому что ее там заперли из-за ее способностей. Она прикасается к человеку и моментально его убивает. То ли кладет в сон, то ли что-то вот она делает. Короче говоря, ее прикосновение смертельно опасно. Казалось бы, отличная задумка. Главная героиня, которая настолько изолирована из-за своих каких-то врожденных способностей, что ее все боятся. И вот из-за этого будет прорастать какая-то интересная романтическая линия. Я столько говна съел в этих книгах. Это невозможно. Кстати, тоже есть в обзорах. Чувствуете, да, вот этот паттерн поведения говна обзоров? Мне не нравилось. И я делал видео. Но там действительно было столько всего намешано. И мне кажется, что уже к концу первой книги автор не понимал, что она делает, куда она все это ведет, зачем это. И очень много всего из того, что происходило, по сути, не имело какого-то адекватного логического поведения. Потому что персонажи были тупые, совершали неидиотские поступки, и все в итоге скатилось в говно. Что вы понимали, когда я дочитывал третью книгу, а тогда их еще было три, и я думал, что это законченный цикл. Я так орал. Потому что это в конце все стало какими-то людьми икс на стероидах с хуевым сюжетом. И любовными разборками, которые не имели смысл. Они действительно не имели смысл, потому что когда ты знаешь, что у главной героини есть два любовных интереса, и на один из них она забила, а второму уделяет все свое внимание, ты понимаешь, куда дело идет. Но. Пару лет назад я узнал, что вышло еще три продолжения, которые я не читал. Трогать я их никогда не буду, мне это неинтересно, я не хочу. У меня даже не возникает никакого желания узнать, смогла ли автор написать что-то стоящее после вот этого говнища, которое она на меня вывалила. А я уже тогда, когда я читал эти книги, по-моему, лет 18, я понимал, что это была какая-то странная срань. Какие-то антиутопии не работают, какие-то работают. Но разруш меня было из ряда вон выходящим, потому что... Потому что что? Да потому что все говно! Вот почему. В те времена, когда выходили следующие книги, о которых я вам расскажу, ритейлинги были не особо популярны как жанр, и поэтому их и не особо читали. Но была одна, как раз-таки, серия книг, которая действительно выстояла и показала, что ритейлинги могут быть интересными и популярными. И говорю я про цикл «Лунные хроники» Марисы Мэйер. Эти книги, кстати, по-моему, и до сих пор популярны на самом-то деле. И рассказывают они в каждой из шести книг про разных принцесс и их... Некоторые ритейлинг-сказки, в которые они участвовали. Это и Белоснежка, и Золушка, и Спящая красавица, и Рапунцель, и так далее, и тому подобное. У нас там даже, по-моему, Красная шапочка была, насколько помню. И каждая из этих книг как раз-таки рассказывает про историю главной героини, которая у нас является прототипом сказочного персонажа. И попутно туда вклиниваются истории других персонажей, и это один большой вот такой вот сюжетный том. И, собственно, в этом мире у нас, опять же-таки, современные технологии. Есть лунная принцесса-диктаторша и многие другие моменты. То есть, опять же-таки, захват власти, интриги, путешествия, любовь. Потому что у каждой главной героини там были какие-то свои мутки, и это всё действительно очень классно с друг другом сочеталось. Я прочитал этот цикл буквально залпом. Не мог коллекционировать книги, потому что всё это время, когда я читал их, был в разъездах. Но мне очень хотелось, потому что издания шикарные. Они прям очень красивые, сказочные. И мне действительно хотелось иметь их на полке. Я не знаю, почему сейчас я не буду их купить. Как мне кажется, их, наверное, не достать даже. Но, если вы хотите прочитать классный ритейлинг каких-либо сказок, который наполнен действительно подробностями, которые интересны будут вам именно не за счёт каких-то поебушек, да, как сейчас у нас Питер Пен в Порнолэнде, про драконов, которые похищают дев вот этих в беде, и потом... Не буду вам объяснять, потому что мы на канале с ними и так довольно часто встречаемся, и иногда хочется забыть, что мы с ними встречались. Но это действительно прям такой хороший подростковый ритейлинг в стиле фэнтези для тех, кому интересно окунуться в сказочный мир, но при этом почитать что-то такое чуть более современное. Мне буквально-таки нравилась каждая героиня, про которую рассказывалось, потому что они все были сильными, волевыми, и не уступали ничем мужчинам, которые в них влюблялись, защищали и так далее и тому подобное, потому что каждая героиня имела свои слабости, но при этом их истории были настолько наполненными, что хотелось действительно узнавать их всё больше и больше. А когда цикл настолько огромный, плюс там дополнительные тоже истории есть, насколько знаю, вышли какие-то продолжения, это всё окутывает тебя вот этим вот волшебно-сказочным объятием. Ну, поговорили про хорошее, пора традиционно вернуться к плохому. И говорю я про дивергент. Точнее, деградант. Вероника Рот действительно ударилась в написание антиутопии, не понимая, что такое антиутопия и зачем она вообще её пишет. Если вдруг вы помните, дивергент был очень популярным, настолько популярным, что про него сняли несколько фильмов. И да, сняли, потому что вышло всего три, и последнюю часть по традиции тех времён разделили на два фильма. Я до сих пор не понимаю, для чего это делали, кроме разницы того, чтобы заработать побольше денег, но эти планы как будто бы ни разу не увенчались успехом. Однако, дивергент у нас рассказывает про, опять же таки, антиутопичный мир, где люди живут в закрытых городах, и у нас есть город Чикаго, где живёт наша главная героиня, помню, Трис, и она, собственно, прилежит к одной из каст, которые существуют в этом мире. А касты это отречённые, бесстрашные, эрудиты и... Добродетели, по-моему. Доброжелатели, дружелюбные. Короче, какие-то друзья. Грубо говоря, в этом мире людей делили на категории интроверт, экстраверт, душнила и долбоёб. Отлично, прекрасно. И среди всего этого были дивергенты, которые сочетали в себе качества, которые могли восстановить мир, и диктатуре этого мира. Мне нравились дивергенты. Там очень странный сюжет. Вот если вдуматься, дивергент — это буквально все сюжетные клише из антиутопии подростковых, но при этом плохо прописанные. Потому что к концу первой книги уже становится понятно, что как будто бы сама автор не понимает, зачем она вообще это пишет. И при этом при всём, когда подростковая антиутопия держится исключительно на любовных взаимоотношениях, которые у нас строились, опять же таки, на ненависть, любовь. Ну, там её было не то чтобы прям очень много. Это для меня такое. Дивергент — это действительно та трилогия, хотя там ещё вышла книга, которая является пересказом событий первой книги от лица главного героя по имени Фор. До сих пор не понимаю, зачем Челла назвали. Четыре. Фор. Фор. Смотря какой фабрик. Смотря какие дизайнсы. Смотря какой фор. Смотря какой one, two, three. И вообще, в плане фильма это выглядело хотя бы более-менее адекватно в сравнении с книгой, потому что большинство событий рассказывали про то, как дивергенты убегали, их пытались поймать, они пытались совершить государственный какой-то переворот, это у них слабо получалось, другие дивергенты умирали, и в конце всё слопнулось и стало говном. Вот именно так я могу описать как раз-таки эту трилогию. И мне кажется, что многие будут со мной согласны, когда я скажу, что с каждой книгой эта трилогия становилась всё хуже и хуже. Дивергент ещё окей. Инсургент и аллегент это вообще что? Это вот то, как не нужно было писать подростковые антиутопии вообще. Я не помню, кстати, есть ли у меня обзоры, по-моему, нет. Ни на фильмы, ни на книги. А сейчас же ещё вышло переиздание книги, кстати. Я вообще не понимаю, чё к чему, зачем это, кому надо. Инсургент перестал быть популярен тот же год, который он и вышел. Но это было, конечно, что-то вот, знаете, из разряда хотелось бы забыть. Потому что, ладно, ты пишешь антиутопию, так ты напиши её нормально. А когда ты делишь людей на касты в стиле, ну вот они милые и добрые, поэтому они дружелюбие. А вот эти такие, знаете, отстранённые, альтруисты, они будут... Вот этими челами в серых обносках. А те, кто ёбнутые и любят прыгать, ударяться об стены и стрелять, будут бесстрашными. А всем правят эрудиты, потому что они самые умные. А как это определялось? Люди не могут быть одновременно дружелюбными и... Умными? Боже, это были дивергенты. Вы понимаете, да, куда я клоню? Что это был абсолютный кретинизм. Мне это не нравилось. И тогда, и сейчас. И я считаю, что дивергент, если бы я выпускал на него обзоры, возможно, стоит. Нравится ли вам такая идея? Хотите ли вы? В серию моих ретро-обзоров. Потому что мы сейчас закончим с сумерками. Кстати, в этом видео я не буду говорить про сумерки. Потому что мы и так им слишком много времени уделяем на канале. Очевидно. Но, как будто бы дивергент вообще мою проверку никакую бы не прошел. Там до каждой строчки может до его отца, честное слово. Следующая книга удивительна, но не в цикле. Одиночная. Называется она «Виноваты звезды» Джона Грина и... Уф. По тем временам, то, сколько разбитых сердец сотворила эта книга, было не сосчитать. Не было другой такой книги, которая буквально заставляла тебя рыдать при прочтении. Потому что сейчас, да, вышло уже множество книг, где стекло. Это буквально лучшая часть сюжета. Но вот «Виноваты звезды». Вот что-то было в этих книгах, которые рассказывали про умирающих подростков, которые влюбляются в друг друга, и обязательно кто-то из них сдохнет в конце. Я помню, как я в первый раз прочитал книгу, я прочитал ее на английском. Я рыдал, как тварь. А я ее прочитал перед тем, как пойти в кино. Я сходил в кино. Полный зал! А я тогда еще жил в Лос-Анджелесе. И в конце фильма мы сидящими в зале людьми передавали друг другу бумажные платочки, чтобы утереть слезы от того, насколько грустно это было. И если вдруг кто-то просто не помнит сюжет «Виноваты звезды», у нас, опять же-таки, как я уже упоминал, два подростка, которые болеют неизлечивыми как раз-таки заболеваниями, то ли это был рак, то ли был что-то еще, они ходят в группу поддержки, там встречаются как раз-таки вот эти наши два главных героя, и они отправляются в какое-то вот такое небольшое романтическое путешествие, и там много вот этих всех разлагольствований и обсуждений чувств всевозможных. Метафор! Помните? Я не курю, сигареты убивают, но когда я держу сигарету в зубах, я как будто даю смерти небольшую пощечину, и это метафора. В 2014 году все умирали от вот этого... Эта метафора, и... Окей, окей. Я прям сейчас готов сдохнуть, если честно. Да, стоит признать, что эта книга одна из тех, которая целенаправленно давит на больные места, чувствительные и сердобольные. Потому что невозможно не жалеть этих юных, прекрасных подростков, которые умирают у тебя на глазах на протяжении всей книги, им просто плохо. Но при этом они такие оптимистичные. Блядь! А-а-а! Я аж вспомнил и вздрогнул, насколько это было прекрасно. Насколько я помню, после просмотра фильма я больше ни разу не перечитывал эту книгу. Поэтому, возможно, она уже дико кринжовая, но... То, какой эффект она имела на мое подростковое сердце и душу, ух! Не передать словами. Потому что я наслаждался этим стеклищем и понимал, что мне будет больно, но я не мог оторваться. Я читал, читал и получил то, что заслужил! Огромное количество боли! Ох! И, кстати, по-моему, у Джона Крина все такие книги. В конце будет обязательно больно. Но виноваты звезды навсегда отпечатались в моем сердечке, и, возможно, это был как раз-таки тот самый период, когда и книжные видео пользовались больше популярностью, и книжных блогеров было гораздо больше. Все обсуждали эту книгу, все делились какими-то интересными мыслями и цитатами, и это было все так прекрасно и мило. И, знаете, даже в пабликах, когда ты сидел, там пролистывал, были цитаты, и ты думаешь, я сейчас опять буду рыдать! Хорошее было время. Боже, дед, ты чё? Открывайте окно. Слишком много ностальгии. Я сейчас умру. Возможно, мы с вами будем чередовать плохие и хорошие книги, которые я читал, когда был подростком, но я уже тогда в свои подростковые годы знал, что пятая волна, которую написал Рик Янси, это дерьмище. Книга у нас рассказывает про нашествие инопланетян на Землю, отключается электричество, наступает какой-то апокалипсис, главная героиня пытается выжить, но вся книга и последующие продолжения очень сомнительные, а я помню, что третья книга вообще крохотуличная, она очень тоненькая. И я уже тогда не понимал, почему люди настолько сильно восхищаются этой трилогией, потому что она была крайне странная, потому что одно дело, когда ты читаешь про какой-то захват населения Земли инопланетянами и на фоне происходит любовная заварушка между инопланетным существом и милой землянкой, это что-то такое интересное, но сюжет этих книг был крайне странным по моей памяти, и я прям говнился с него, а эти книги были невероятно популярны, как и многие другие подростковые романы, тоже экранизировалась, тоже было хуёво, и знаете, все-таки книги про инопланетян как будто бы прошли мимо меня полностью, хотя их было достаточно много, вообще всевозможные вот эти вот существа, и мне больше себя нравились мифические, там ангелы, вампиры, демоны, оборотни, все остальное, инопланетяне были какими-то вот, что-то не то, потому что и пятая волна, и гости Стефани Майер, где тоже инопланетные какие-то души захватывали тела людей, это все абсолютно не мое, мне не нравилось, я это отрицаю, и считаю, что это не надо читать, лучше пропустить, и почитать что-нибудь прикольное, например, про то, как подростки убирают от рака, но они любят друг друга, блядь, еще одна книга, на которой у меня когда-то давно был довольно популярный, и скажу я вам такой, ненавистный многими обзор, это фанатка Рейнбул Раул, и рассказывает этот роман про девушку, которая пишет фанфики, которые очень смутно похожи на Гарри Поттера, при этом она поступает в университет, вдали от дома, и вот у нее происходят внутренние метания, потому что она вся такая немножечко забитая, какая-то такая сякая, никакая, мышь слепая, крыса тупая, как я тогда говорил, так и буду говорить сейчас, это очень странная книга, возможно, мне стоит ее перечитать, потому что как будто бы по моей памяти в ней были моменты, которые оправдывали то, насколько главная героиня была немощная, она прям была вся такая, я ничего не умею, я ничего не могу, все, что я хорошо делаю, это пишу фанфики, кстати, фанфики там были такие тоже, с пометкой крепкая мужская дружба, интересно, я вот сейчас вспоминаю, и на самом-то деле, фанфики, которые писала главная героиня, потом выпустили в виде книг, и я эти книги не читал, но в те времена книга-фанатка была невероятно популярна, она стояла на всех прилавках книжных магазинов, она была во всех соцсетях, все с ней фотографировали, все ее читали, обсуждали, и, возможно, для какой-то подростковой литературы эта книга была вполне прикольная, но, так как я уже на тот момент был самым лучшим на свете, для самого себя, в своей голове, мне было сложно ассоциировать себя с главной героиней, стоит ли перечитать эту книгу, как вы думаете, потому что у меня как будто бы есть к ней какое-то легкое, нежное, теплое отношение, но я же помню, что оно мне не понравилось, возможно, я просто доебался, такое могло быть, я признаю, каким-то книгам давным-давно я просто прикапывался, и я тогда, так серьезно, как сейчас, сказал он, литературу не разбирал, у меня обзоры-то были по 10 минут, это сейчас я целый час вам рассказываю, кто, где и когда получил пиздюлей, или соснул куйца, как говорится, такое бывает чаще, поэтому, возможно, к этой книге стоит вернуться, потому что может, я все-таки увижу себя в главной героине, или нет, хотя, насколько помню, там тоже были какие-то отношения, тоже были какие-то поползновения в сторону такого легкого, эротического, я аж что? знаете, в те времена, как будто бы, если главные герои просто лежали рядом друг с другом, прижимаясь телами, это уже было это сейчас открываешь книгу, а там он засосал мой клитор и вытащил его через жопу, и ты думаешь, ёп твою мать, это откуда были зла, поэтому, возможно, в те времена мне просто хотелось вот этой вот жесткой хорошей подростковой литературы. Естественно, что обсуждая те книги, которые я читал, будучи подростком, нельзя не упомянуть вампиров, но не тех, о которых вы подумали, потому что про этих я снимаю отдельные обзоры, не будем трогать уже Каллинов, я и так их постоянно трогаю, ага, я говорю про Академию вампиров Рэйчел Мид, уф, это у нас тоже романтическая фэнтези, в мире которого есть вампиры, есть у нас и королевские семьи, есть и защитники, охранники этих самых королевских вампиров, есть стрегловые, это вампиры, которые стали вот этими жуткими существами, там происходят опять же таки стычки между ними, и знаете что, я прочитал, по-моему весь этот цикл, но я практически ничего про него не помню, единственное, что в голове у меня присутствует, это экранизация, та самая с Данилой Козловским, потому что, живя опять же таки в Лос-Анджелесе, я ходил на премьеры этого фильма вместе с актерами, у меня даже был какой-то влог, я не помню, существует ли он сейчас на канале, возможно есть, возможно нет, я не знаю, я не помню, я так далеко свои старые видео не смотрю, я с них очень сильно кринжую, но, от этих книг нет каких-то воспоминаний, но, что я точно запомнил, когда читал, так это то, что там было столько сочных вот этих романтических моментов, потому что все-таки это вампиры, а они умеют давать жару, даже если они сгорают на солнце, но, было много прям по-по-по-по-по-по-по-по, это мое сердечко, по-по-по, было прям множество подростковых вот таких вот соплей, прям ммм, ммм, хотелось жрать это постоянно, возможно, я такого и искал в те времена, потому что сумерки в те годы я отрицал, дурак, что с меня взять, но хотелось чего-то вампирского, вампиры были тогда на пике популярности, ух, тем более там все такое еще а-ля славянское, да, и было в этом что-то родное, но перечитывать я это не буду, ага, некоторые книги нужно просто оставить в покое и иногда про них вспоминать и ностальгически, знаете, похлопать себя по плечу и говорить, а помнишь, было вот такое дерьмо, где вампиры учились в академии, для чего они там учились вообще, я не помню, но между главными героинями была очень классная дружба, вот это я помню, это действительно было классно, да и представляешь, что там были в самом прикольные на самом-то деле, так, нет, я не буду это перечитывать, там же дохулян книг, конечно же, в этом видео нельзя не упомянуть мимоходом голодные игры Сьюзан Коллинз, вы бы знали, как у меня рвало жопа от этих книг, я считал их идеальными, естественно, что сейчас у меня возникает к ним огромное количество вопросов, но для подростковой какой-то антиутопии, где мрут дети в антиутопичном мире, куда их отправляют буквально-таки убивать друг друга, это было пиздато, вопросов у меня не было, и я до сих пор помню, когда я сходил в кино на ночной сеанс, потому что мои родители улетели и я был один дома, а мне не разрешали, а мне не разрешали ходить в кино поздно, тем более ночью, я вырвался в кино ночью, посмотрел голодные игры, в какой я был бонтарь, но после того, как я вернулся, я прочитал залпом вторую и третью книги, Сойку-пересмешницу и вспыхнет пламя, как я рыдал, причем у меня тогда еще был огромный шкаф, я почему-то любил в него забираться и читать книги в темноте под фонариком, тоже какая-то странная приебень у меня в голове, но я третью книгу читал в шкафу и рыдал посреди одеялы, подушек и вещей, ну не долбоеб ли, но сердце у меня разрывалось, потому что все умирали, какая-то драма происходит, ты думаешь, боже мой, почему у них не может быть просто счастливого конца, кстати, мне очень нравится Голодные игры тем, что там довольно неоднозначная концовка, потому что она по сути как бы счастливая, но при этом на границе именно отстойло ли всего этого, то, что мы в итоге получили, и это было классно, потому что обычно во всех таких подростковых сериях многие книги заканчиваются каким-то быстро встратым хэппи-эндом, вот лишь бы, лишь бы, а тут прям действительно было что-то из ряда вон выходящее, возможно, поэтому это было настолько эмоционально, а фильмы-то какие, фильмы мне очень нравятся, ну вторая часть моя любимая, конечно, как хорошо было жить в интернете, когда были популярны Голодные игры, Орудие смерти, Бегущий в лабиринте, кстати, тоже есть в моем списке, и давайте прием к нему, Джеймс Дэшнер написал тоже целую трилогию антиутопичную про подростков, которых отправляют в лабиринт, они ничего не помнят о своем прошлом, и в этом лабиринте бегут страшные чудовища, и, собственно, нашим главным героям нужно выбраться оттуда, и в какой-то один из дней им присылают девушку, которая тоже ничего не помнит, и наш главный герой должен бежать через лабиринт и попытаться вызволить всех остальных, а там были одни мальчики, что тоже было такое интересное, особенно взаимодействие героев, когда у них неожиданно среди мужского общества появляется девушка, и там, конечно, да, к третьей книге уже все немножечко подскатилось, однако, первая книга была классная, она была динамичная, там было множество экшена, и соплей было по минимуму, насколько я помню, потому что никто ничего не помнил, поэтому откуда возьмут сопли, и взаимодействие персонажей, и там такие прикольные герои были, и антагонисты, и второстепенные персонажи, у них были действительно классные и продуманные истории, и это меня радовало, это не могло меня не радовать, потому что когда ты читаешь подобную литературу, ты ожидаешь, что будет много всего, и это будет на тебя наваливать, а в конце все вот эти переплетения сюжетных веток, они дадут тебе какой-то эффект вау, когда все подает какому-то концу. Скучаю по тем временам, потому что сейчас читая четвертое крыло, я думаю, что это дивергент с драконами, блять, и ничего больше, если честно, поэтому не хватает именно вот этого запала. И я думаю, последняя серия книг на сегодня, про которую я вам расскажу, это та серия книг, которая произвела мне наибольшее впечатление, будучи прочитанным в подростковом возрасте, это «Беглецы» Нила Шустермана. Я всем всегда советую эту серию, потому что по описанию я тоже очень сильно сомневался, потому что там довольно странный альтернативный мир, в котором детей отправляют заготовительные лагеря, где их разбирают на органы. Я понимаю, звучит крайне странно и не совсем приятно, но из-за классных прописанных персонажей и вот невозможно поджатого очка из-за всех вот этих сюжетных веток это было сочно, это действительно было классно, потому что там были и какие-то религиозные моменты, потому что детей отправляли опять же такие изоберы, да, вот в эти подготовительные лагеря, каких-то детей просто сплавляли из-за того, что у них был плохой характер, какие-то дети были сиротами и их невозможно было никуда приткнуть, поэтому они тоже отправлялись на вот эти вот органы и даже плохие какие-то вот слопные гадкие персонажи, которые были в этой серии, они все равно когда их постигала какая-то определенная не совсем приятная участь, это вызывало дрожь и слезы, я прям момент, от которого я рыдал, конкретно рыдал, я прорывал чтение, я прям плакал, потому что когда автор может заставить себя за одну главу полюбить персонажа, которого ты ненавидел все книги, это что-то с чем-то, и меня убивает тот факт, что эта серия не пользуется популярностью, у нее уебищные обложки, про нее никто никогда не вспоминает, а это такая классная подростковая серия, и мне кажется, что сейчас ее даже нигде не купить в магазинах, и это так аминно, и я бы ее с радостью перечитал, если бы у меня было свободное время, потому что это было классно, причем очко-то поджато из-за количества всяких экшн-сцен и неожиданных поворотов, потому что судьбы главных героев то пересекаются, то они разбегаются, иногда они буквально там, знаете, в сантиметре друг от друга расходятся в разные стороны, и это что-то сейчас хорошо, это было действительно круто, я прям с такой нежностью вспоминаю эти книги, несмотря на их очень тяжелый сюжет, потому что было в них то, что не было в других книгах, это вот моменты отчаяния, когда думаешь, что главных героев уже ничто не спасет, а их действительно ничто не спасало, и это был полный разъеб, вот я вам и рассказал про те книги, которые читал будучи подростком, и естественно, что сейчас мой книжный вкус, он уже совершенно другой, я больше предпочитаю литературу, которая относится к нонфикшену, или же к детективному жанру, или же к триллерам, как говорится, жизнь меня все-таки потрепала, и большую часть из того, что я тогда читал, я бы, наверное, пропустил мимо себя сейчас, и даже не задумывался, но благодаря тому, что в этих книгах было много и классных героев, и миров, которые сложно было одновременно и представить, и хотелось в них оказаться, это те воспоминания, которые я до сих пор храню в сердце, потому что невозможно от них отказаться, из-за того, насколько сильное, тепло, и ностальгическую вот эту вот манящую дымку они тебе дарят, потому что что-то в этом во всем было, потому что когда ты погружаешься и зачитываешься книгами, это самое прекрасное, что есть на свете, и сейчас, как мне кажется, я возможно уже не то, чтобы переросла в литературу, она мне перестала нравиться и не вызывает у меня такого интереса, как и тогда, и поэтому я говорю, что если вы подросток, то, пожалуйста, читайте подростковую литературу, да, она глупенькая бывает, да, есть какие-то сюжетные дыры, и персонажи могут раздражать, но когда вы вырастаете, эти книги как будто бы уже не имеют такого эффекта на вас, потому что жизнь действительно покажет вам все сюжетные повороты, которые нужно, и сама закинет вас в антиутопию, и так далее, и тому подобное, но я действительно осознаю, что читая то, что популярно сейчас, оно уже не вызывает у меня такого трепета, как тогда, да, возможно, это ностальгия, или другие какие-то приятные чувства, которые сложно написать, но мне нравилось быть подростком, мне нравилось читать всю эту муть непонятную вместо классики, когда все заставляли тебя читать «Войну и мир», и Анну Каренину, и «Герой нашего времени», и так далее, и тому подобное, «Я хотел погружаться в миры, где мог быть дивергентом», ага, и сейчас этого как будто действительно не хватает, эта магия немножко прошла, но иногда получается ее вернуть, но не благодаря книгам про Порноленд и другие вот такие вот веселые вещи, потому что ух, это оставим для обзоров, а сейчас закончим на очень приятной ноте, как мне кажется, эти книжные болталки были невероятно классными, согласитесь, что-то во всем этом есть, иногда хочется поговорить про приятные, ну и кринжовые книги, которые вызывают по-настоящему добрые воспоминания, и да, ребят, на сегодня у меня все, я надеюсь, вам понравилось это видео, и если да, то я очень этому рад, спасибо, что все еще у меня смотрите, я вас очень сильно люблю, и хочу, что вы нам знали каждый мотивовый день, не забывайте следить в свои комментарии, потому что что? Правильно, комментарий наше лайка, но и лайк тоже можно поставить, а еще ваше мнение должно быть услышано, что вы думаете по поводу этого видео, как вам такая книжная болталка, хотите ли вы больше таких видео, потому что мне было интересно вам рассказать про те книги, которые я читал в подростковом возрасте, а еще мне более интересно узнать, какие книги вы читали, когда были подростками, возможно вы подросток сейчас, что вы читаете, и надеюсь не то, что я обычно обозреваю в обзорах, потому что это интересный выбор, и конечно же, все свои мнения и предпочтения вы можете оставить внизу в комментариях, потому что они для вас всегда открыты, и грех не воспользоваться такой замечательной возможностью, оставить у меня парочку прекрасных строк. С вами был я, Энтони Лайк, главное помните оставаться верными себе, дочевого всех в ваших начинаниях. Я вас очень люблю, скучаю по вам каждый день, и даже когда не снимаю видео, и конечно же, надеюсь, что мои ролики принесут в вашу жизнь исключительно положительные эмоции. Вы также можете написать с него всех доступных или недоступных соцсетях, как вам больше нравится, и тем самым поддержать, и я буду рад вас там увидеть. Тем более там столько всего интересного каждый день. И естественно, что наш мерч Are You Lost Me, Big Girl? Умеешь думать? Подумай, и трэш, кринж, и говно все находятся по ссылке в описании. Внизу можете себя порадовать кружечкой, свитшотом, шопером, да чем угодно. Там такое разнообразие, что вы закачаетесь. И конечно же, я хочу вас обнять, пока мой вот этот странно издающий звуки стул, табуретка, на которой я сижу, не начал, как говорится, снова поперживать. Слово поперживать, наверное, не существует, но вы поняли, о чем я говорю, поэтому обнимемся. Мэ, 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 мэ. И конечно же, оооо, а вот и оно. Желаю вам удачи. Надеюсь, что вы читаете только хорошие книги и плохие оставляете для моих обзоров. Мы с вами увидимся уже в следующем видео, а вот каким оно будет, я не помню, но оно уже в разработке. Что-то снимается, что-то делается, что-то пишется. Короче говоря, я вас точно не разочарую. И до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok